привет мир привет друзья джаз бэнд снова с нами снова правит балом сейчас мы попросим друзей наших чуть-чуть пластиночку поубавить ну что как настроение у меня последние два дня настроение я не знаю как его характеризовать слова спичечная навряд ли будет точным поскольку это это не передать словами кстати всех с 6 февраля я все кто в теме понимают о чем говорю раз 10 я наверное назвал эту дату по какой-то причине вот но тем не менее календарь не обманешь сегодня 6 апреля время чуть позже чем я планировал на 15 минут задержались но надеюсь все успеем я надеюсь сегодня никто никуда не спешит у всех есть время до завтрашнего дня потому что у нас на повестке ребят 1000 фотографий 1000 с лишним фотографий вы можете себе представить это число я когда осознал весь масштаб бедствия честно говоря было немного сначала страшно карина ребята всем привет но потом как-то пришла трезвости нашлось решение да поделитесь друзья как у вас прошли эти полтора дня никто не пострадал в каких-то связанных с огнем катастрофах катаклизмах все ли благополучно я пока скажу за себя что сегодня в эфире у нас во-первых да друзья все кто не в курсе что здесь происходит спички спирина взорвали интернет судя по хэштегам и наш стил лайф челлендж от нашей команды команды которая была создана вот буквально наверное меньше месяца назад там две недели как уже прошло но мы постоянно в каком-то знаете находимся творчестве и решили вот этот марафон запустить в поддержку одного нашего предстоящего обучающего проекта в котором будут творить неустанно лена шумилова карина кель и раджу лёша казанцев и я и это будут ежедневные обучающие мероприятия но об этом мы расскажем чуть чуть позднее вот сейчас же у нас задача была совсем другого характера мы хотели встряхнуть мир встряхнуть себя и вот в этом испытании вот в этом марафоне действительно попробовать вместе с вами свои силы в жанре который для нас был абсолютно нов в большинстве своем там разве что лёша казанцев что-то пробовал раньше все остальные ребята вообще просто гол сокол я лично вместе с вами изучаю сейчас натюрморт и понимаю насколько это крутой жанр сколько здесь всего можно сказать это просто вышка и ребят я когда сегодня смотрел ваши работы честно я мне стало просто я стал горд за нашу страну это невероятно приятно что у нас такие крутые ребята живут и творят и знаете друзья я не знаю как я сегодня буду выбирать победителя поэтому наверное это будет просто вот пальцем в небо потому что это там действительно ну очень много сильных работ все кто еще не видел вообще все всего что происходит могут присоединиться к нашему телеграм-чату который ссылочка на который висит у меня в профиле еще и там у нас кипит жизнь да вот там есть чат для спикеров где мы публикуем ключевую информацию и больше ничего есть чат для общения для публикации работы вот там уже давно за миллион за тысячу перевалило сообщений и сообщение все действительно живые искренне и самое главное вся история доступна даже новым подписчикам всем кто только-только заходит да вот так что если вы еще не с нами присоединяйтесь впереди еще четыре интереснейших квеста марафона для всех вот на сегодня мы подводим итоги наших спичек я кстати серьезно задумался о том чтобы организовать спичечную какую-нибудь компанию корпорацию по крайней мере я теперь к чем-то стал экспертен но но об этом в конце расскажу сегодня я тоже свою работу вам представлю то что мы снимали ну наверное день точно у нас ушло на съемку я не знаю как на съемку мы раньше я свадьбы снимал столько а тут я снимал один кадр и так немного для интриги сколько я потратил на это ресурсы это наверное только десятая часть того сколько потратила моя супруга сидя со спичками и готовя их определенным образом вот но обо всем в конце быстренько гляну комментарии сейчас чтобы все было хорошо все меня слышали так 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 живу в германии не наблюдаю спичек отлично счастливые люди у кого-то уже двадцать второй век на дворе а мы вот застряли здесь но знаете ребят спички оказывается такая штука интересная я себе представить не мог что можно с этими палочками столько всего придумать и для тех кто только тоже к нам присоединился к эфиру наверняка может быть еще не в курсе у нас была задача этого челленджа в том чтобы написать создать и снять историю историю имея в арсенале спички и другой реквизит уже по желанию но спички обязательного условия и вот как оживить вот эти деревянные палочки как с этим справились наши участники мы сегодня и узнаем так ребята огонь все супер мы крутые отлично отлично да ребята мы действительно все крутые все кто приняли участие в этом форуме марафоне вот я постараюсь максимальное количество участников сегодня отметить и со своей стороны тоже наградить примировать так что никуда не уходите до конца оставайтесь сегодня с нами я надеюсь будет интересно так ну все вроде бы прочитал бегло очень читаю ребят извиняюсь очень много комментариев обязательно в записи себя еще посмотрю и почитаю все в подробностях вот но сейчас я думаю всем не терпится уже перейти к смотру работ да и для всех кто захочет посмотреть разбор нормальном качестве я его сделаю постараюсь сделать запись экрана и опубликовать потом у себя на канале чтобы вы могли это все уже посмотреть нормально разрешение я переключаю на свой экран сейчас экран пишется отлично и давайте посмотрим давайте посмотрим что у нас вообще тут произошло я сейчас хотел бы начать этот эфир и эту трансляцию с сначала такой страничке юмора вашего юмора то что мне прислали и то что вы прислали то что действительно заставил на всех улыбнуться вот все кто сейчас со мной смотрели работы ну не могли просто оставаться спокойными да тема коронавируса на самом деле не хочется это слово употреблять но действительно она зашла что называется и я увидел наверное десяток а то и больше фотографий именно посвященных этому совсем неординарному явлению нашей жизни и вот собственно нет некоторая подборочка из этой серии вообще я обнаружил большое количество работ связанных вообще с разными темами разными группами мне вначале хотелось все представить именно в таком виде да но я понял что это большая работа по сортировке я просто физически бы не успевал до подготовки к эфиру итак давайте друзья посмотрим ваш креатив ваше творчество друзья тема хоккея раскрыта знаете я большой поклонник минимализма и когда обнаружил вот такого рода фотографии они меня ну действительно заставляли улыбнуться так же как и этому товарищи знаете я затрудняюсь наверное сегодня сказать достоверно и подробно по каждой работе вот поскольку это наверное просто невозможно да иначе мы действительно как я сказала останемся до глубокой ночи сегодня в эфире мне бы хотелось сохранить определенную динамику нашем рассказе поэтому я буду сегодня вам представлять работы вот именно несколькими категориями вначале вот собственно немного нашего юмора в творчестве который действительно лечит я знаете заметил такую особенность что вот эти два дня когда мы были вот собственно в марафоне я вообще забыл про все вот эти мировые катаклизмы и все что вокруг происходит а действительно вот просто отвлекся просто почувствовал себя знаете настоящим живым и полностью здоровым человеком это верх минимализма малевич отдыхает это конечно лучшая работа из этой категории вот и конечно я ребят вам благодарен в том числе за эту жизнь в чате которая там происходило все эти дни еще один товарищ и это знаете для меня было просто спасением и я надеюсь это было для многих из нас так потому что действительно действительно этого нам всем наверное как никогда сейчас это нужно вот знаете ох а как как это работа у меня сюда закралась она совсем из другой категории так видите сейчас вылазит косички поспешной сортировки но раз уж так случилось обратите внимание на вот эту фотографию друзья это не совсем категория юмора это что-то большее это уже действительно история искусства я бы хотел отметить эту работу сейчас сразу потому что она действительно особо особо это очень круто напомню напомню что цель нашего марафона именно рассказать историю в спичках да и на первый взгляд задача кажется трудно выполнимой но как показала практика более тысячи присланных работ и большая часть из них действительно действительно можно со смен смело назвать выполнен я сейчас просто кратко покажу вообще весь масштаб того что у нас есть так 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 вот обратите внимание да вот это все лишь малая часть того что мне прислали если открою отдельно папочку с нашими слайдами а вот стоп 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 еще страничка юмора продолжается у нас еще одна работа она именно как видеозапись у нас обратите внимание она не попала у меня в первую папку потому что это видео но товарищи реально заморочились посмотрите это вышка просто я не знаю как это можно было сделать но это заслуживает того чтобы быть сейчас показанным все узнали я думаю да легендарная новеллу и дикаприо вот он очень даже так неплохо получился волосы развиваются все как положено и так я хотел вам показать просто масштаб бедствия сейчас секундочку вот я открываю в механике у себя папочку со всеми фотографиями сейчас на ее чуть-чуть так вот отдалим чтобы вы увидели просто сколько сколько работ было прислано вот каждая работа на самом деле заслуживает внимание заслуживает наверное отдельного разбора но я понимаю что конечно же вы хотите не уснуть наверное сегодня на моем эфире а у меня есть особенности вещами что я могу так очень монотонно монотонно вещать что я бы сам от себя устал поэтому я хочу немного сделать все это динамично и веселее поэтому мы вот так сейчас посмотрим я извиняюсь перед авторами да сначала просто все что у нас есть перед собой перед монитором обратите внимание здесь тысячи шесть фотографий и это это мощно вот а теперь давайте перейдем наверное к шорт листу потому что мне бы хотелось немножечко подробно показать некоторых авторов и отметить их почему выбор был остановлен именно на этих работах я сегодня хочу объявить во первых помимо победителя нашего марафона объявить еще ряд участников которые на мой взгляд наиболее интересное представили работа на конкурс это не только история в кадре но еще и определенное техническое мастерство и ряд других критериев которым не хотелось бы отметить поэтому давайте вот сегодня на этом заострим особое внимание вот ну а все кто хотели бы посмотреть вообще весь перечень работ которые у нас были на конкурсе они это смогут сделать и найти на нашем телеграм-канале да напомню там висит все висит и все доступно итак первая работа которая мне попалась на глаза это действительно то что я сначала не понял потому что она у меня была в миниатюре и очень незначительно но позднее когда я увидел еще и референс с какого кадра это с какой притчи откуда эта история да это библейская история на самом деле друзья и это невероятно сильно да и глубоко потому что именно здесь мы видим апостолов мы видим христа мы видим вот это неспокойное море которое скоро наверное разразится небо точнее и вот это все оно на самом деле меня очень вдохновило я увидел действительно тут ту самую историю которую хотелось бы отметить еще один яркий пример да жизни в кадре знаете я вообще могу сказать что когда смотришь такие карточки действительно я мы сейчас супруга сидели смотрели фотографии а потом случилось так что а забежали в комнату дети я отвлекся и я забыл что вообще люди бывают не спичками да я действительно вот несколько часов сидел смотрел на спички я прям погрузился в этот мир мне казалось что он именно такой и должен быть настолько некоторые кадры созданы были убедительно и честно еще одна отличная классная работа по фильму запах женщины по моему да у меня авторов к сожалению фамилии нет перед глазами да я вижу только работы но надеюсь все кто себя найдут сейчас среди списка фаворитов помашите в чате пожалуйста представьтесь чтобы история страна знала своих героев замечательная работа техничная и действительно изобретательная еще один классный пример из аналоговой еще какой-то фотографии живописи начала 19 начало 20 конца конца 19 начало 20 века история вот в таком монохроме нуаре и то что действительно меня зацепило я сидел и рассматривал да то что происходит со мной не часто здесь тоже сложно комментировать это просто вот действительно нужно изучать это нужно смотреть внимательно потому что посмотрите да друзья это действительно исполнительское мастерство и одновременно метафора это целая жизнь перед тобой одного такого вот персонажа здесь не прожигать свою жизнь да очень говорящие название кстати мне понравилось как вы называли свои работы ряд участников прям писали в комментариях и действительно ты порой смотришь на них уже другими глазами когда видишь подпись и действительно это это ценно спасибо вам за это классный кадр здесь классная работа тоже классный кадр да буквальном смысле смотрите насколько изобретательно подошел автор к реализации даже вот мельчайшие подробности ну классная работа сочинение спички детям не игрушка самолетик пустил тут один товарищ училка да с какой-то характерной до шляпкой на голове то есть все настолько говорящие что ты понимаешь что вот она жизнь вот она настоящий перед тобой класс отлично работа здесь художественная мастерская у нас давайте сейчас мы опять экранчик поменьше сделаем тоже изобретательность на 10 баллов с 10 это просто вот видно что заморочились и посвятили время тому чтобы идею воплотить жизни мне нравится еще и цветовая составляющая этой работы действительно как живописная получилась работа спасибо работа которая вызвала восторг у многих из всех из моих знакомых коллег друзей она просто из какой-то с какой-то другой планеты автор я не знаю но вот здесь мы видим метафору образ который одновременно символизирует расставание и тоже время здесь есть какая-то надежда и многое что меня вот здесь вот действительно заставляет просто посидеть и поизучать внимательно посмотреть эту карточку а длинное спасибо автору очень классно а моя работа ребят видит я вижу комментарии да обязательно сегодня тоже будет я так приоткрывая немного занавес скажу что сегодня наш дом был просто пропитан наверное запахом горящих спичек мы сжигали сегодня на протяжении наверное часов шести вот что из этого получилось увидите чуть позже еще одна работа тоже которая имеет прямое отношение библейской истории действительно то что не оставляет равнодушным никого как это исполнено и вот этот нисходящий сверху свет и на эти уже истощенные от какой-то греховности фигурки вот этих людей которые стоят на склоне все это нам показывает заставляет нас задумываться и посмотреть на эту работу под другим ракурсом с другой стороны это работа моя любимая и я наверное меня все тут любимые да и не хочу сейчас тут прям да так категорично говорить но она вот прям сразу запала знаете что ценно когда ты смотришь большое количество работ когда их там нет не 10 не 20 не 100 не 500 больше тысячи да ты понимаешь что какой-то момент для тебя критерием становится цепляет ли тебя работа вот первые там полторы-две секунды просмотра а то еще меньше некоторой степени это можно сравнить с тем как ты листаешь ленту instagram да вот и здесь знаете вот минимализм какой-то степени начинает решать да когда тебя ничего не отвлекает а ты фокусируешься на главном в принципе это было одно из наших тоже заданий да чтобы мы как авторы были сфокусированы на решение сюжетной задачи да они технической изобретательности отдельное спасибо автору прекрасно работа маленький принц да вообще мне приятно что много референсов было именно из кино из литературы из вечных историй вот этот пример тоже решенный настолько техничный настолько изобретательно и мило да ведь искусство она вот как я часто цитату привожу есть искусство детали да поскольку верно изображенная деталь может помочь поверить правде художника верно изображенная деталь ребята прям зафиксируйте себе если у вас блокнот есть рядом вот эту всего лишь короткую вот это короткое предложение верно изображенная деталь ты смотришь на этот кадр ты видишь вот этот развивающийся шарфик да на этой спичке у тебя сразу ассоциация ну кто помнит конечно историю маленького принца да ты понимаешь что вот она да сразу перед тобой и ты уже не смотришь на то что это спички там печенье там непонятно там что вокруг ты сразу видишь вот что-то настоящее живое прекрасно здесь здесь можно много попробовать придумать каких-то смыслов и параллелей но для меня это история вот какого-то наверное музыкант который буквально сейчас взорвет овации зрительного зала где вспыхнет свет и вот сейчас мы видим вот этот кульминационный момент да это действительно работа которая прям вдохновляет благодарность автору супер кадр тоже знаете как кадр из кино я не думал что это может быть кинематографично но посмотрите насколько исполнительски круто снята и спичка она вот здесь может быть не очень хорошо читается вот но посмотрите вот она вот она идет под этим проливным дождем вся истощенная поникшая да это просто вот что-то невероятное я не представляю как вообще рождались идеи но я и сам свою идею когда осознал я тоже понял что она пришла абсолютно как-то спонтанно но ты даже не осознаешь этого момента но когда это происходит и понимаешь что это круто это в принципе возможно да и почему это не сделать отличный кадр но здесь это можно было отнести работу к страничке юмора но я решил фотографию еще и поместить лучшее поскольку здесь действительно знаете вот во всей вот этой простоте и милашности есть еще вот та самая правда я не знаю я реально вижу здесь этих самых эту парочку с титаника да вот эта цветовая палитра она настолько передает это настроение вот эту романтику и если они по моему у вас одинакового роста да если не ошибаюсь декабря чуть выше был хотя я могу ошибаться в общем классный кадр и вот этот минимализм мне кажется очень много лишь значит лучше работы да вижу ваши комментарии ребят супер здесь посмотрите разводящий разводящий мосты да нева петропавловка все прям настолько мощно я вспоминаю сразу вот эти белые ночи как я их первый раз с ними познакомился вот особое время особое место и самое главное как это здесь получилось тоже достоверно да я действительно могу поверить все что то что я вижу на экране хотя это спички это кусок полиэтилена это какая-то непонятная история как сделан этот цвет но это на самом деле очень убедительно браво автору и едем дальше это вообще просто у меня одинаковые комментарии ребят я извиняюсь просто словарный запас ограничен каждую работу хочется как-то отметить вот приходится изобретать я когда этот кадр увидел я сначала вспомнил вот действительно сначала ежика в тумане почему-то потом ла-ла-ленд потом то есть меня кидало в сторону да потом уже забыл что просто какие-то свои воспоминания из бурной молодости вечерние какие-то посиделки у огня настолько здесь вот все очень камерно очень аутентичное интимно вот это даже легкое несовершенство в плане расфокуса но добавляет этому кадру какой-то романтики вот действительно жизни а вот этот теплый свет который падает на главных героев склонивших друг на друга головы да капельки звезд там где-то на небе опять же очень точечно очень так деликатно вот настолько это мощно что прям ты действительно смотришь и веришь смотришь и веришь и забываешь о том что это спичка самое главное едем дальше вот мы долго смеялись реально вот смеялись от души просто вот над этим кадром я не знаю почему но я я может быть я как молодой родитель я смотрел на эту фотографию я вижу своих детей вот это вот это любопытство вот этот чувак который заглядывает сейчас вот он живой реально вот эта спичка она живая вот согласитесь я не могу представить вот как пришла идея автору это был случай ли это целенаправленная какая-то манипуляция если автор здесь прям напишите пожалуйста комментарий очень интересно но на самом деле вот посмотрите порой не надо до изобретать что-то сверх глобальной масштаба иногда вот чтобы передать жизнь да кто здесь работает да 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 название отличное вот чтобы передать жизнь в кадре действительно достаточно просто вот какой-то детали какой-то мелочи которая решает и все вообще делает все переворачиваясь ног на голову в общем шикарная работа автор лучший едем дальше еще немножко романтики ла ла лэнда и настроение которое вот хочется вам сейчас тоже передать в это время отчуждение да вспомнить о том что есть бескрайний мир бескрайнее небо море солнце луна звезды и вот здесь это конечно просто работа которая нам напоминает об этом всем блестяще исполненная едем дальше я эту работу увидел сразу да вот и и невозможно пройти мимо до этих балерин на они настолько тоже вот искренне настолько настоящие живые я и я прям могу представить что там сверху но они вот прям действительно вас это восторг да вот как это сделано и как опять же пришла эта идея автору голову для меня остается загадкой но что очевидно и факт это то что работа состоялась и она сейчас у нас здесь на экранах как особо особо интересная достойно здесь здесь какое-то неуловимое дыхание вот тоже весны жизни вот этот полет танцующий вот этой пары это просто что-то найти едва уловимое вот в этом кадре есть какое-то настроение но ты понимаешь что она тоже здесь с тобой рядом она в тебе живет несмотря на то что ты вроде бы находишься в заперти но это очень очень классно и работа мне тоже пришлась по душе еще один пример минимализма который просто вот знаете поражает именно исполнительским мастерством вот это как это правильно то я забыл слово техническое вот это решение но она просто вот знаете это вот серии какой-то старой убитой пленки как откопанный где-то там да на чердаке лежавший там пылившиеся там столетия вот этот одинокий одинокий маленький человечек стоящий на огромном земном шаре вот это все это настолько просто вот тебя завораживает я вот как большой поклонник вот старых нуарных фильмов вот из серии вот маяк вот то что сейчас прошел это просто вот кадр на миллион и опять же показывает этот кадр насколько порой многое значит просто вот именно идея да вот это решение а не какое-то там наличие дорогущей техники там или куча изобилия там всего остального в общем вышка ребята это просто один из лучших кадров серии еще один пример работы которые показывают техническое техническую подкованность автора да вот этот луч света концентрированный направляющий нас на главный объект и склонивший рядом с ним другой персонаж я не помню название работы но она тоже составляет заставляет задуматься и о вечном и конечно эта работа заслужена здесь списке лучших еще пример аутентичности когда ты вроде бы даже не был не бывав никогда каменном веке но ты понимаешь насколько вот это вот пещерная история вот этих вот одичалых людей настолько тебя ты в нее веришь да вот я наверно здесь вспоминаю какие-то старые фильмы мультики это флинстонов и прочее но почему-то вот здесь у меня четкие ассоциации я прям очень честно скажу поверил в то что это настоящий вижу автор с нами да спасибо вам за участие классная работа заслужена среди лучших так едем дальше этот этот товарищ конечно я не знаю как его отметить так чтобы показать насколько эта работа для меня состоялась и она действительно особен да я видел бэкстейдж кстати опять же ребят все кто не в чате приходите посмотрите да но эта работа просто вот как она снята и как это получилось это просто вот космос опять же пример а минимализма и в то же время очень говорящего кадра которым есть все есть истории есть свет есть какое-то неуловимое настроение и многое чего что мне сейчас сложно даже подобрать и оформить в какую-то связанную речь но действительно эта работа вот прям лучше это девушка да а я кстати вижу здесь парня почему-то не знаю так едем дальше едем дальше едем дальше или мы уже приехали а мы уже приехали друзья странно почему так быстро ага все я понял это кажется был список который я да уже это был шорт лист мой да уже такой прям шорт шорт что называется вот а я еще хотел вам показать несколько участников которых я тоже отметил но почему-то они у меня не в этой папке сейчас одну секундочку да 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 там просто не было отметочек давайте мы это сделаем сейчас вручную одна из этих работ посмотрите на эту влюбленную парочку ребята насколько да вот тоже изобретательно вот это вот желтенький там жучок стоящий на фоне эти сюрреалистичные розовые кусты вот и если бы вот только не вот это кусок окна говорящий о цивилизации где-то рядом да для меня эта работа была вообще просто вот особо наверное ценной ну и без этого даже момента мне она нравится и очень кажется действительно любопытный так что хотелось бы ее сейчас тоже вам ребята отметить и показать так что еще я пропустил вот этот кадр товарища ценителя книг насколько тоже да вроде бы и просто и в то же время изобретатель работа заслуживает внимание давайте я сейчас чуть побыстрее пойду чтобы вам успеть все показать еще один кадр из серии у нас что называется о насущном но насколько тут много всего что можно поизучать и задуматься да COVID-19 Stay Home и работа такая действительно из категории актуального в общем у меня она здесь в перечне лучших еще один пример с вот этими мастодонтами стоящими у страж ворот и готовыми всякого кто к ней приблизится просто обезглавить потушить и в общем тоже из серии актуального списки лучших так 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 здесь мне приглянулось не столько истории сколько просто какая-то наблюдательность автора я действительно оценил вот это решение техническое и я понимаю насколько вот порой случай решает ты не можешь предсказать этот кадр построить его по заказу но он действительно случается в какие-то моменты да и ты в него веришь о быстротечности и вообще о нашей жизни в целом ее ключевые эпохи вехи как это может быть вот один из примеров на этой работе отличная карточка немножко строительство и урбанизация тоже спичечной теме очень интересно и достойно опять же видел бэкстейдж автору респект за старания вот эта работа тоже да заслуживает внимания вроде бы просто все и опять же как говорящие и ты действительно можешь поверить что эти спички они живые а не вот здесь перед вами ребят настолько столько работ что действительно вот я прям сейчас хотел бы чтобы каждая из них оказалась на экране но я понимаю как беспощадно тает время и мне не хочется чтобы мы потеряли динамику в нашем повествовании вот еще немножко из серии оставайтесь дома так 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 ооо вот этот кадр это просто огонь да ребят посмотрите да насколько тоже технично масштабно сколько здесь труда и сколько здесь смыслов вот эта работа прям это это что-то это была лавочка да так 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 мы постепенно подходим сейчас к следующей этапу нашего сегодняшнего эфира я еще покажу несколько работ которые мне показались любопытными и говорящими обратите внимание вот как цвет но это не моя тема в плане нашего марафона это карина будет рассказывать да но мне бы хотелось отметить то как цвет на самом деле может влиять на настроение и на историю и на правду в кадре да вот здесь мы видим действительно очень простую опять же по форме но очень живую по атмосфере фотографию я действительно вспоминаю летние выезды куда-то в теплые страны и я могу поверить в это вот эти блики вот в это настроение вот в то что я здесь вижу настолько это все честно а заслуга автора в том что действительно нужно эту атмосферу нащупать и ее правильно передать еще одна работа которую мне хотелось показать она из наших про нас с вами да это маленький фотограф вот он тут с камеры наперевес обратите внимание тоже заморочиться надо ведь чтобы это все изобрести снимающую влюбленную парочку где-то в кустах цветущей не знаю что это пусть будет какая-нибудь магнолия хотя это не она но все же очень классно изобретательно автору пятерочка о вот это кстати работа мне тоже приглянулась здесь у нас шторм стихии какая-то да вот которая разворачивается вокруг вот этого путешественника оставшегося в открытом море на плоту вот это посмотрите тоже как интересно искусно передано вот это настроение да насколько эта работа действительно держит внимание мне она очень тоже впечатлила так 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 совсем скоро покажу свою карточку которая у меня получилась никуда не уходите друзья если кто-то подустал или наоборот напишите как вам вообще вот этот формат вещания и интересно ли смотреть за работами участников обратите внимание да все кто вновь присоединяется я напомню что мы сегодня смотрим живые истории из мира спичек да это мне кажется достойно экранизации надеюсь кто-то из нас однажды потом эту идею воплотит в жизнь потому что я не мог себе представить что со спичками можно столько всего придумать что это целая может быть вселенная где живут живут вот такие вот удивительные создания вот даже вот этот чувачок вот это вот мама держащая в руке вот этот сверточек опять же к этому надо как-то прийти вот меня всегда тоже спрашивают часто на разборах там каких-то других встречах ну мол как пришла эта идея вот почему это вы ну как можете схему какую-то рассказать поделиться и я понимаю что это действительно очень сложно этому сложно научить это что-то из области которая для кого-то относится к метафизике каким-то сверхъестественному да для меня это действительно вмешательство всевышнего это то что действительно ты никак не можешь предугадать но когда это происходит ты понимаешь что это просто чудо откровение которое ты просто вот должен ухватить и ниоткуда не отпускать вот и вот тоже пример вроде бы простое очевидное какое-то решение вот связь вот с этим бэкграундом вот с этим тетущим кустом но настолько это все очень точно ювелирно выстроено и решено что ты прямо действительно улыбаешься вдохновляешься и веришь в эту фотографию еще немного творчество в кадре выступление оперной дивы в желтом очаровательном платье перед такими очень худощавыми мужчинами и все это в такой очень невесомой летящей обстановке классная работа парочка под кустом тоже неплохо коричневый цвет рулит так это мы видели так и буквально еще парочку работ покажу одна из них это альпинисты вот вы посмотрите надо же было опять же как-то этот вот что это за за снег а это мука мука походу да настолько ведь да ты смотришь и веришь как это вообще придумано и технично снято я уже повторяться начинаю но действительно вот других слов сложно подобрать еще пример теней вот хочется тоже показать как это классно решено контролячок как работает да вот посмотрите очень хорошая работа и очень говорящая силуэточка прям на высшем уровне закатное солнце где-то там на бали прям 10 баллов 10 баллов еще одна влюбленная парочка на фоне звездного неба ну и давайте под занавес вот этой части нашего эфира что-то что-то я бы вам хотел показать так 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 что-нибудь такое оптимистичное наверное желательно оптимистичное смотрю на тонущий корабль но реально клёво тоже вот смотрите это затонувший корабль не знаю насколько видно и в детальных но посмотрите внимательно это коробок спичек который где-то там под водой вот вот ощущение действительно что ты проплываешь на лодке смотришь сквозь иллюминатор и вот видишь вот это вот все заржавевшее судно где-то там лежащее на дне уже там десятилетия вот тоже вот чтобы передать атмосферу ведь действительно нужно очень проявить неудюжую смекалку и фантазию и браво автору что нашли нашли этот способ как это сделать так 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 где у нас позитивчик тема кто-то писал в комментариях что типа очень много такой драмы где вообще жизнь где там точнее не жизнь а где радость где весна где солнце где любовь вот любовь ребята но на самом деле тема спичек она ведь очень по-разному может быть раскрыта и спички в какой-то степени диктует с одной стороны да вот эту вот такую характерную особенность и трагичность где-то нашей жизни но мне нравится как многие авторы нашли как этот вопрос решить более оптимистично а эта работа мне понравилась просто опять же своей сюжетностью да в первую очередь и Ромео и Джульетта в таком вот уже уже финальном состоянии когда они снова вместе но к сожалению уже ограниченные пространством вот этого коробочка который скоро опустят в эту ямку но работа действительно очень изобретательная так вроде бы все показал из того что хотел в этой части разбора у нас на очереди сейчас я на себя переключусь ребят чтобы вы увидели что здесь вещал у меня спина затекла вещал вот в таком положении просто неудобно было по-другому у нас сейчас на очереди разбор я покажу финалистов вообще шорт-шорт лист это 10 работ которые я выбрал и среди них мы выберем уже самую лучшую которая просто пойдет банал истории будет займет свое почетное место в рамочке у кого-нибудь на сцене а вообще надеюсь просто мы порадуем автора и не только автора но и всех финалистов вообще у меня большой подарок и бонус для всех кто принял участие в нашем марафоне в этом конкурсе об этом я тоже скажу буквально через несколько секунд все секунды прошли я хочу сказать ребят что у меня для всех вас есть приятный бонус я выпустил несколько месяцев недель назад книгу которая отчасти преподносит тоже мой опыт в написании сюжетов истории сценариев и этот опыт я оформил в виде видеокниги и сегодня я хотел бы эту видеокнигу подарить десяти финалистам которых сейчас вы видите на экране это мой подарок от меня но но самое главное чтобы как-то и поощрить всех кто принял участие в нашем конкурсе я выпускал выпустил сегодня промокод который начнет действовать после эфира буквально там минут через 20 промокод спички да запомните его просто запомните я думаю это слово сейчас у всех на устах спички да поэтому промокод у меня на сайте можно купить книгу с 25 процентной скидкой к слову книга стоит всего тысячи рублей а там опыт который можно поместить в несколько лет моей жизни так что друзья не упустите возможность этот промокод будет действовать всего три дня три дня для всех кто вот сегодня об этом услышал узнал в нашем эфире вот ну а мы переходим к финальной части нашего эфира и я напомню что сейчас я покажу финалистов объявлю победителя и на подзанавес покажу свою работу которая снималась вот повторюсь полутора суток да мы ее готовили было сожжено больше тысячи спичек в общем супер скоро узнаете о чем о чем я говорю вот итак снова переключаю камеру на экран ноутбука и давайте посмотрим десятку фаворитов фаворитов нашего конкурса и вот они в миниатюре у нас так 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 я вот так наверное пройдусь эти работы я сегодня уже комментировал все и вот сейчас просто хотелось показать вам всем тех кто на мой взгляд достойны попасть в десятку лучших итак наша библейская история запах женщины ребят кстати ваши фавориты если у вас есть сейчас вот возможность мне написать в чате одним словом я сейчас назову название всех работ и дам вам буквально одну минуту написать название работы которая вам вот пришлась больше всех одно одно лишь название да мне просто любопытно совпадут наши взгляды или нет итак давайте напишем библейская история запах женщины я сейчас дам свои названия извиняюсь если где то не совпал расставание париж артист одиночество ну естественно титаник кто там да вообще просто балерины узник и собственно все ребят у вас десять десять одна минута одна минута написать вашего фаворита вот мне интересно насколько мы с вами совпадем с точки зрения я сейчас попробую еще так издалека вам всех показать в миниатюре не знаю насколько видно но любопытно почитать да я согласен все классные но тем не менее тем не менее ребятам ваше мнение узник артист узник расставание балерины узник да 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 там чувствую, как это все, что испытывают авторы. Кстати, если тут есть авторы этих работ, наверняка внутри какой-то трепет, волнение есть, да? Итак, спасибо вам за ответы. Минута, ну, плюс-минус прошла. И знаете, я хочу обрадовать, друзья, вас всех, что мы с вами в чем-то смотрим очень похоже на вещи. И я со своей стороны хочу отметить автора работы «Узник», который действительно, на мой взгляд, достоин быть назван лучшей. Это действительно карточка, которая вот меня покорила, задержала и покорила по многим своим параметрам. Это действительно история, это свет, это мысль, это вот глубина, тут есть все. И я благодарю и поздравляю автора за то, что он нашел в себе вот эти творческие способности, чтобы сделать ее и порадовать нас всех. Ну и, конечно же, я поздравляю всех финалистов, которые получают в подарок от меня видеокнигу. Большая просьба, да, чтобы я, я не знаю фамилии и имен авторов, поэтому просьба, ребят, найти меня в Инстаграме и в Директ мне написать, что вы попали в финал нашей премии, да, нашего сегодняшнего марафона, чтобы я вам в ответ выслал в подарок видеокнигу. Вот, ну а Узник получает помимо видеокниги также подписку на месяц к нашему сообществу Art5, которое стартует после закрытия нашего марафона через две недели приблизительно. И поверьте, это очень ценный приз. Я, оказавшись бы на вашем месте сейчас, вот если бы я был, допустим, молодой начинающий фотограф, я бы не задумываясь присоединился. Это не реклама, ребят, это реально чувство. Вот, искренне говорю то, что вот хотел бы вам передать. Это действительно, мне кажется, очень интересный проект, который, надеюсь, будет и образовательным, и развлекательным, и много еще каким, в общем, об этом мы чуть позднее. Вот, итак, автор лучшей работы сейчас у вас на экране. Ну, а я, как обещал, хотел показать, что получилось у меня снять, да, за эти два дня. И эта работа, она у меня как-то сразу возникла где-то внутри. Причем она возникла сначала очень контурно. Я не видел ее буквально, я не знал, как ее назвать, и что это будет за смысл, история. Но я понимал, что она должна быть масштабной. Я вот действительно хотел величину в масштабе показать. И когда мы начали ее собирать, я еще два раза ездил в магазин докупать спички. В итоге мы сожгли больше тысячи спичек, не знаю, сколько там коробков было, это просто дом был пропитан этой смолой. Все ради вот этой фотографии. Надеюсь, что здесь мне удалось рассказать историю миллионов, миллионов наших с вами бабушек, дедушек, положивших свои жизни ради Великой Победы. Это мое воспоминание из города Волгоград, когда мы там, случилось нам побывать год назад, ой, больше даже. Когда мы оказались на Мамаевом кургане, когда я увидел своими глазами родину-мать, я действительно долго еще не мог прийти в себя. и мне вот захотелось эту память как-то увековечить, вот эти свои переживания, впечатления. И когда вот начали мы искать уже сюжет, как это можно решить, пришла вот такая вот история. И вот эта фигурка родины-мать, это вот то, что мы привезли с собой. Это настоящая маленькая миниатюрная копия. Что для меня ценно еще в этом кадре, это то, что у нас так получилось, что дети, играя с фигуркой, отломали ей вот этот меч. И он, ну, просто был потерян. Но, знаете, когда мы начали съемку, и пришла идея дополнить вот эту композицию еще и огнем, мы сделали первые несколько дублей, и я увидел буквально в одном из них, вот буквально вот этот силуэт контур меча, да, вот этой стрелы поражающей, да. И я настолько увидел в этом какой-то для себя смысл, что понял, насколько, наверное, правильно выбрана тема, и понял, что эта работа, вот, хотелось бы я тоже для вас сегодня представить. Надеюсь, она вам тоже придется, ребят, по душе. Я перехожу опять на свою камеру. И хотел бы еще раз вас зрительно поприветствовать, всех, кто сегодня с нами в эфире, кто, да, ко Дню Победы. Друзья, итак, завершился первый этап нашего большого марафона от пятерки наших известных фотографов, с которыми мне выпала честь принять участие и поделиться своими знаниями в рамках очень специфичного, нового для себя направления, как натюрморт. И я очень рад, что вы приняли такое участие и столько подарили эмоций, что, друзья, вот мне просто кажется, это все не случайно. Я не удивлюсь, если кто-то из вас откроет в себе талант фотографа натюрморта и в следующих каких-то конкурсах, премиях мы услышим ваши фамилии, имена. И это действительно, действительно, очень увлекательный, интересный жанр. Не такой примитивный и простой, как кажется на первый взгляд. Всем, кому интересно, кто еще не слышал вводного урока, но хотел бы немножко в эту тему тоже погрузиться и, возможно, уже постфактум снять свою работу. Вы можете еще пройти по ссылке у меня в профиле, присоединиться к нашему телеграм-каналу. Там есть эта видеозапись урока. Ну и опять же послушать, почитать комментарии наших участников. Столько там всего происходило. Это просто, я говорю, не передать словами. Все доступно. Я передаю слово сейчас Исофету Ире Джуль. У нее для вас тема композиции. Она стартует завтра в 10 утра. Не пропустите ее марафон. Ну и марафоны других наших участников. Поверьте, там очень много всего интересного. Я уверен, будет не менее зажигательно. Принимайте участие. Буду рад вас всех видеть. Ну а со своей стороны благодарю за то, что сегодня были в этот вечер с нами. За ваши комментарии, за ваши добрые слова. И всех поздравляю с праздником весны, которая уже вот так ворвалась в нашу жизнь. Я имею в виду прогнозы говорят о том, что весна все наступила. Открывайте пошире окна, дышите воздухом. И верьте в лучшее. Все обязательно завершится. Все эти изоляции. И наступит новая волна нашей жизни. Но мы выйдем в нее уже совершенно другими, обновленными. И верю, что вдохновленными. Итак, всем доброй ночи, доброго вечера. И до новых встреч.